Привет, друзья! С вами Шин Эдаром. Сегодня к нам в руки попал интересный комплектик колес для спорт-туриста Мидзеллер Родтек 01. Решил снять небольшой видосик, пощупать, потрогать их, показать для вас, что из себя представляют данные колесики. Сразу скажу, что это конкурент серии Мишлен Руад. По внешнему виду, сказал бы, что это конкурент Руады 3, Руады 4. Собственно, у Мидзеллера у нас есть несколько серий. Ну, конкретно, сейчас я немножко расскажу про серию для спорта и серию для спорт-туризма. Собственно, серия для спорта называется М. Как бы так сказать, начинается с буковки М. То есть, это Спортек М3, Спортек М5 и Спортек М7 РР. То есть, еще интересное одно замечание. Спортек для спорта, а для дорожного использования у нас Руад Тек. То есть, Руад – дорога. В принципе, ничего изобретать они не стали. Спорт, серия называется Спортек. Руад – дорога, дорожное использование. Серия называется Руад Тек. Вот такая еще интересная особенность. А в серии Руад Тек у нас есть Z6, Z8 модельки и моделька Руад Тек 01. Самая такая интересная моделька из серии, как мне кажется. Думаю, что достаточно интересная резина. Собственно, это колеса предназначены для спортуриста. Передвигаться на них в дождь можно. Это, собственно, является их ключевой особенностью. То, что они хороши для передвижения по мокрой дороге. По мокрой, по влажной дороге. Чем это обуславливается? Ну, естественно, их рисунком. То есть, на покрышках обилие водоотводящих каналов присутствует. То есть, вот можно посмотреть. Например, если мы берем заднее колесо. Из центра, из пятна контакта расходится много дорожек в стороны. Как лучики такие. Голого колеса практически нет. То есть, практически в любом месте есть водоотводящие каналы. Есть такие еще маленькие надрезы. И есть длинные, глубокие. Проходящие практически через пол колеса. Длинные, в общем. Передняя покрышка тоже достаточно интересная. То есть, вот центр покрышки. Пятно контакта основное. И здесь куча таких надрезиков. То есть, будет постоянно осуществляться отвод влаги. Из места контакта колеса с дорожным покрытием. Представим, что вот здесь у нас лужа. То есть, вода будет убегать. Вот так вот. Выходить из пятна контакта по этим дорожкам. Собственно, что можно про них сказать. Есть обычная версия. И есть версия HWM. Вот здесь есть маркировочка. Что это значит? Это High Weight Motorcycles. Если переводить на русский. Мотоциклы с тяжелым весом. То есть, это усиленные у нас колеса. Которые предназначены для тяжелых мотоциклов. Так вот еще раз покажу. Очень классно выглядит. Вообще, рисунок переднего колеса. Очень такой необычный. Мне очень нравится. А что еще рассказать? У Минзеллера есть такая особенность. Почему-то на ощупь колеса Минзеллеровские значительно тверже, пока они новые, чем Мишлен. Я не знаю, что они с ними делают. Но потом они раскатываются и становятся мягкими. Пока они новые и не установленные, они ощутимо тверже, чем Мишленовские. Интересно, что у Мишлена серия Руат. Я сейчас говорю про Руат 4, Руат 5. В общем, Мишлен Руат 4 это переработанная моделька Pilot Power 3. А Мишлен Руат 5 это у нас переработанная моделька Power RS. Интересно, что вот этот Минзеллер Руат Тек 0.1 это у нас, насколько мне известно, самостоятельная модель. То есть, Мишлен переделывает спортивные шины, спорт туристические, оставляя похожий рисунок. Ну, возможно, конечно, рисунок очень клевый, поэтому они его оставляют. Но вот Минзеллер пошел по другому пути. Они разработали отдельную модель для спорт туризма. Хотя тоже модельки Sportec M5 и Z8 у них очень похожи. Даже там никаких дождевых влагоотводящих каналов нет. Просто немножко изменен рисунок. Вот. А это самостоятельная отдельная моделька Руат Тек 0.1 Как-то так, друзья. Что про них еще интересного можно рассказать. Сейчас посмотрим, что написано сбоку. У нас написан размер 120-70 ZR17 MC Motorcycle 58W 58 это у нас индекс нагрузки, W индекс скорости. Собственно, маркировочка HVM то есть грузик такой нарисован, что это модификация у нас для тяжелых мотоциклов. Ну, куча надписей как делать нужно и как делать не нужно с этими колесиками. Собственно, Минзеллер значок Минзеллера радиал Тьюблесс без камерка радиального строения. Показано направление вращения. Написано, что это переднее колесо. Так, это у нас стандарт какой-то. Ну, и написано Roatec 0.1 Товарный знак. Вот. Переднее колесико у нас сделано в Китае. Надеюсь, видно, что оно у нас приехало из Китая. Сейчас посмотрим, что на заднем у нас. Ну, собственно, то же самое. Размер мотоциклетное. Индекс нагрузки, индекс скорости. модификация HVM. Куча текста. Минзеллер. Так. Ротейшн. Заднее колесо. И сделано оно у нас в Германии. То есть, это достаточно свежий комплект конца 2018 года. Передок сделан в Китае. Зад сделан в Германии. Такие дела, друзья. Что еще можно сказать? Ставьте лайки. Подписывайтесь на канал. Интересуйтесь колесами. Мы будем стараться рассказывать о них интересные вещи. Ну, собственно, еще раз полюбуемся рисунком. Ну, очень прикольный рисунок. Не знаю, как вам, а мне нравится и переднее колесико. всем пока. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки и не держите в секрете друзей. Редактор субтитров Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова